приветствую вас друзья на своем канале как и обещал сегодня мы с вами поговорим о расходе воздуха и так почему собственно о расходе воздуха это один из самых частых вопросов от дайверов почему я трачу больше воздуха чем остальные с чем это связано давайте разберемся почему кто-то тратит больше воздуха а кто-то меньше и почему у новичков практически всегда расход выше чем у тех кто уже давно нырять в первую очередь это связано с тем что современные курсы подготовки дайверов занимают правило очень мало времени и зато минимальное количество занятий которое отведено на подготовку дайвера ни организм дайвера не сам дайвер не способен полностью отработать все навыки в должной мере в должной степени чтобы под водой чувствовать себя очень комфортно а если человек не чувствует под водой себя очень комфортно значит он нервничает если он нервничает значит он тратит больше воздуха самой первой причиной по которой новички тратят больше воздуха является психологический эффект а именно стресс тот стресс который испытывает организм человека когда он попадает под воду наш организм считает что вода чуждая для нас среда поэтому он реагирует адекватно реагирует он выбросом адреналина который увеличивает ритм сердцебиения увеличивает циркуляцию крови и увеличивает чистоту нашего дыхания чтобы подготовить наш организм к защитной реакции чтобы мы были готовы активно действовать на внешний раздражитель и с этим по большому счету очень трудно что-либо сделать потому что это естественная реакция нашего организма единственное что можно сделать и в принципе это не требует каких-то специальных упражнений просто продолжать нырять чем больше и чаще вы ныряете организм постепенно привыкает к воздействию такой окружающей среды он привыкает к такому к такой к такому виду разгрожителя и постепенно мы испытываем все меньше и меньше их стресс второй компонент нашего стресса состоит в том что новички как правило не уверены в себе они не уверены в том что могут все контролировать под водой на по этой причине точно также происходит выброс адреналина и все соответствующие но последствия этому происходят то есть мы дышим чаще это тоже проходит с приобретением опыта когда дайверы новички приезжают к нам впервые и они погружаются с более опытными дайверами у них всегда возникает вопрос а почему они расходуют воздуха больше вроде делают все то же самое снаряжение у них такой же но расход у них выше для начала давайте разберемся вообще почему мы дышим что побуждает нас делать вдох дело в том что продуктом метаболизма человека одним из продуктов является co2 углекислый газ который получается в результате расщепления глюкозы и жиров и потом посредством гемоглобина выводится из организма через легкие наш организм первую очередь дыхательный центр он реагирует на углекислый газ в большей степени например чем на кислород то есть наш организм значительно меньше реагирует на кислород и именно концентрация углекислого газа в нашем организме побуждает нас делать вдох чтобы избавиться от излишков углекислого газа и чтобы обеспечить транспорт кислорода насыщение тела кислорода которое нужно собственно для метаболизма так на что что влияет на количество вырабатываемо нами co2 тут в принципе все на самом деле просто co2 вырабатывается в наших мышцах и чем больше мышц и чем большие мышцы у нас работают тем больше выделяется углекислого газа и тем чаще мы дышим отсюда как раз и возникает повышенный расход воздуха и так что же у нас получается самой главной причиной того что дайверы новички дышат больше низкий уровень навыков плавания низкий уровень контроля плавучести является как раз первой причиной то есть если дайвер новичок когда находится под водой ну как правило в основном все новички плавают с отрицательной плавучестью потому что они очень боятся вылететь наверх дают себе дополнительную отрицательную плавучесть и для поддержания положения тела под водой то есть для поддержания определенной глубины они вынуждены постоянно работать ластами грести они работают ластами работают мышцы выделяется co2 дайвер дышит соответственно теряет больше газа дайверы часто спрашивают что же нам делать что же нам делать чтобы снизить расход воздуха ну как правило ребят все очень просто хотите снизить расход воздуха не ныряйте не будете нырять газа тратить не будете но это конечно шутка вот что еще можно сделать можно заплатить тысячу рублей инструктору и он поделится с вами секретными техниками дыхания на каком-нибудь семинаре по техникам дыхания в которые позволят снизить ваш расход на самом деле техника дыхания принципе никакая не нужна как мы уже и говорили раньше все зависит от уровня co2 поэтому важно не столько техника дыхания сколько техника плавания поэтому первое чем стоит заняться новичкам это отработкой контроля плавучести чем лучше новичок контролирует свою получать тем меньше он будет тратить газа второе положение тела под водой вы можете в принципе поставить очень простой эксперимент возьмите ласту снимите с ноги до в воде и возьмите ее перед собой поставьте ее лопастью продольно и попробуйте подвигать под водой вы видите ласта очень легко двигается потому что профиль сопротивления движения у нее очень маленький и она очень легко режет воду переверните ласту поставьте ее вертикально и попробуйте подвигать в таком положении вы почувствуете сильное сопротивление то же самое и с нашим положением под водой когда дайвер новичок как правило в отрицательной плавучести груза у него сосредоточены в большей части в районе пояса и он занимает такое вот положение примерно это как мы называем это положение морского конька то есть во время движения в эту сторону у него площадь очень большая и он испытывает большее сопротивление он вынужден прикладывать больше усилий дайвер который занимает горизонтальное положение находится в правильном время то есть его положение получается перпендикулярно движение при этом площади него будет очень сопротивление значительно меньше и ему надо прикладывать меньше сил чтобы преодолевать это сопротивление и расход его будет соответственно тоже ниже то есть уже плавучесть положение тела что еще давайте разберемся как мы под водой передвигаемся то есть с помощью чего мы передвигаемся гребя ластами доработая ласт и очень важно какой стиль грибка мы используем вы наверняка видели что опытные дайверы грибут фрогом да то есть так называемый грибок фрогом это когда ноги согнуты в коленях и работают собственно только голени и ступни почему на самом деле такой грибок очень мало энергозатратен и работают меньшие мышцы чем при работе флаттером флаттер это классический грибок когда работает вся у нас нога при этом работают значительно большие мышцы до мышцы бедра работают и у нас еще часть теряется на сопротивление потому что ну да это конечно увеличивает усиливает грибок но и увеличивает сопротивление движение потому что большая площадь у наших бедер то есть и плюс еще ласты и как бы кпд получается ну если взять чистый кпд то он выше но при этом co2 выделяется больше и расход больше вы наверное наверняка видели что например фридайверы как раз гребут в основном флаттером но у них совсем другие задачи они не рассчитывают на длительное нахождение под водой им как правило важнее эффективное продвижение до за короткий период потому что они не делают больше вдохов у них вот они что вдохнули все вот это все что у них есть поэтому как можно больше проплыть да ну и плюс там еще есть свои то есть кому интересно в принципе как плавают фридайверы ну наверное лучше пойти на курсы фридайвинга и там и с этим ознакомимся но для дайверов грибок флаттер он на самом деле получается с точки зрения расходов не самый экономичный да он эффективный против течения его использовать в принципе приходится и без него никуда не обойтись потому что не всегда фрогом можно пройти после против сильного течения но основным грибком все равно должен являться фрог меньше затрат меньше co2 меньше дыша еще один одним фактором для снижения расхода воздуха является как бы это не банально звучало физическая подготовка почему потому что хорошо развитая хорошо развитая мышечная система требует значительно меньше расходов энергии для того чтобы создать эффективное действие то есть соответственно хорошо тренированные мышцы потребляют значительно меньше энергии для того чтобы продвинуть нам на то же расстояние как бы ну по сравнению с человеком у как-то который не тренирован соответственно тот кто не тренирован вынужден делать больше движений будет вырабатываться больше углекислоты и он будет тратить больше воздуха следующим пунктом будет снаряжение и в первую очередь нет даже не то какое снаряжение мы используем а то как мы его используем как мы трассируем снаряжение то есть наверняка всем понятно чтобы снизить сопротивление движения под водой то снаряжение должно быть наиболее обтекаемо чем более обтекаемо тем меньше нам надо прилагать усилий и если вы навешиваете на себя кучу всяких всевозможных приблуд там у вас будет висеть то есть не знаю там буй катушка еще катушка фотоаппарат там всевозможные шейкеры и если шланги у вас торчат в разные стороны если крыло вы используете или жилет значительно большего размера то есть чем больше у вас всего находится на снаряжении и чем больше она создает сопротивление тем больше вы будете тратить усилий на продвижение вперед и больше тратить воздух то же самое относится если вы плывете например в отрицательной плавучести и у вас тоже тоже крыло или жилет находится в подкачанном состоянии оно создает большее сопротивление и вы тратите больше воздуха тут получается видите как все взаимосвязано человек который не может идеально вывеситься который не оптимально подбирает снаряжение то есть и получается у нас связь и с плавучестью и со снаряжением и все это влияет на расход воздуха ну и еще одним как бы пунктом является ваше поведение под водой и использование рельефа местности течений не секрет это если наблюдаешь за дайверами да видно сразу видно опытного дайвера и неопытного особенно когда попадаешь во встречное течение то есть опытные дайверы сразу начинают прижиматься к дну или к стеночке прячутся за кораллами чтобы пройти ну тот же путь с наименьшим сопротивлением создав как бы для себя меньше трудностей плюс они используют завихрение воды которые возникают в результате того что течение в какие-то предметы ударяет и они прекрасно преодолевают такие на такое сопротивление продвигаются эффективно и тратить меньше воздуха и рядом висит новичок который может быть всего лишь на полметра поднялся чуть выше но он работает ластами изо всех сил пузырит и в принципе он ну просто человек не понимает и не может использовать те преимущества которые ему дает рельеф для продвижения вперед и соответственно но он тратит больше воздуха и так давайте проведем некий промежуточный итог для того чтобы нам меньше расходовать воздуха нам нужно не волноваться не нервничать второе нам нужно хорошо контролировать нашу плавучесть не тратить лишних сил на ее поддержание в третьих поддерживать правильное положение тела не создавая лишнего сопротивления для движения а также нам необходимо использовать более экономичные техники грибка пластами нам необходимо правильно конфигурировать снаряжение и пользоваться рельефом местности там где это возможно и где это может принести нам облегчение при передвижении а теперь давайте поговорим о тех советах которых и которые я считаю вредными которые бывают присутствуют или до которых дайверы сами доходят для того чтобы попытаться сэкономить воздух под водой первое то что дайверы начинают делать это пытаться задерживать дыхание то есть делают вдох задерживают дыхание потом делают выдох и даже есть такие методики как бы методики которые говорят что надо чтобы экономить воздух надо делать задержку дыхания между вдохом и выдохом и между выдохом и вдохом давайте разберемся к чему это приводит на самом деле если мы задерживаем дыхание да то есть насильственно задерживаем дыхание то в первую очередь это будет приводить к повышению концентрации углекислого газа что в конечном итоге либо приведет к нас гиперкопнии и потери сознания но это в худшем случае но скорее всего это просто заставит дайвера в итоге дышать чаще и он собьет дыхание собьет ритм дыхания будет дышать чаще в итоге потратит еще больше газа это неправильно задерживать дыхание надо различать такие вещи как принудительная задержка дыхания и пауза естественная пауза между вдохом и выдох величина этой паузы она в принципе зависит как раз от уровня co2 то есть если вы двигаетесь хорошо если вы не тратите сил на поддержание плавучести гребете эффективно то пауза у вас будет больше чем у того человека который просто выполняет больше активных действий соответственно не надо пытаться задерживать дыхание оно само будет реже если вы будете плавать правильно вторая методика она рекомендует людям то есть как бы дайвером делать глубокие полные вдохи и полные же выдохи да то есть чтобы ничего не оставалось здесь выдыхать полностью чтобы легкие оставались абсолютно пустыми ну во-первых я думаю что это просто невозможно а во-вторых для того чтобы сделать реально полный вдох и полный выдох нам понадобится приложить определенные усилия да то есть опять же это работа мышц работа диафрагмы соответственно это потребление энергии и выработка co2 которые в итоге то никак не улучшит наше положение с расходом воздуха но может ухудшить из-за того что мы напрягаемся под водой до любое напряжение под водой в принципе негативно сказывается на уровне в первую очередь co2 в организме и соответственно на дыхании также это негативно будет сказываться на вашей плавучести то есть если вы делаете полный вдох у вас соответственно появляется положительная плавучесть который вы вынуждены будете бороться полный выдох отрицательная плавучесть который вы опять же должны бороться то есть вас будет во время движения сильно относительно как бы глубины на которой вы должны двигаться у вас будет таскать вверх вниз и это но тоже это дополнительное сопротивление движения и соответственно дополнительная выработка co2 на его преодоление когда я сделал объявление о чем будет следующее видео в сети фейсбуке развернулась достаточно широкая полемика а и многие пишут а зачем вообще это не нужно все очень просто да там квадратное дыхание дышите с задержкой либо купите ребризер но уже про а дыхание задержкой мы с вами поговорили давайте немножко про купите ребризер да ребризер позволяет экономить газ но ребризер на по устройству во первых она достаточно непростое во вторых она не дешевая и использование его должно быть как-то обоснованно да экономически ведь большинство дайверов не совсем не ставит своей задачей увеличить время погружения несмотря ни на какие средства даже одна заправка поглотителем плюс кислород который нужно забить в ребризер да ну допустимо погружаемся на воздухе который практически ничего не стоит плюс сенсоры которые надо менять каждый год да и если посчитать расходы на такое погружение да и ежегодные необходимые расходы например такие как на сенсоры да то есть это как минимум 200 евро надо на комплект из трех сенсоров будет тратить чтобы их менять то же время как бы в среднем дайвер тратят за одну поездку не больше трехсот евро там за пять дней погружения эта поездка может быть всего одна в году так и уж ребризер является хорошей альтернативой для экономии дыхания принципе я вижу только достаточно большие расходы мы же рассматриваем новичков дайверов новичков которые только делают свой путь по водном мире которые не погружаются глубоко которые просто хотят смотреть рыбок да ребризер хорош если вы подводный фотограф то отсутствие выдыхаемых пузырьков отсутствие шума значительно улучшает качество снимков по той причине что живность вас просто меньше боится то есть количество удачных кадров может возрасти в разы если вы используете ребризер но надо понимать что как бы все имеет свою цену то есть если вы не профессиональный фотограф думаю что ребризер это выбор вашего отдаленного будущего когда вы поймете что он вам действительно нужен и для чего он вам нужен а ребризерах мы как-нибудь поговорим попозже в отдельном видео вот но сейчас давайте подведем собственно итог итог тому о чем мы с вами сегодня говорили то есть для того чтобы снизить расход воздуха не существует никаких волшебных методик никаких волшебных пилюль никаких волшебных техник все очень просто новичку а в принципе все что я говорил это предназначено для новичков потому что опытные дайверы в принципе или сами уже до этого дошли или узнали уже там от инструкторов от своих или от своих друзей дополнительные курсы понимая что они дышат не не очень хорошо и тратят много газа пытаясь как-то с этим пытаясь как-то с этим бороться и так для новичков курсы закончили озаботьтесь тем чтобы довести свое поведение до под водой до идеального состояния тут надо стремиться к делу то есть идеальная плавучесть идеальный трим правильная работа ластами ну и конфигурация снаряжения а использование рельефа местности она уже придет со временем то есть вы научитесь сами чувствовать когда где надо где надо прижаться где надо уйти в сторону где надо воспользоваться завихрением то есть все это приходит со временем поэтому никаких волшебных методик занимайтесь тренируйтесь да и ну займитесь естественно своей физической подготовкой естественно если вас даже на суши вам пробежать 100 метров составляет большую проблему то и под водой малейшее сопротивление движения будет составлять для вас большую проблему и ничего вы не сделаете как бы вы даже если вы даже будете хорошо владеть плавучестью и поддерживать правильное положение тела правильный трим все равно усилий вы будете тратить больше для того чтобы продвигаться потому что ваши мышцы будут работать менее эффективно ну и еще раз шесть основных факторов которые влияют на расход первое стресс второе контроль плавучести третье это правильное положение тела под водой четвертое это физическая подготовка пятое это правильная конфигурация снаряжения и шестое использование рельефа местности ну и хотелось бы отметить еще такой момент как вообще движение под водой и что драйвер должен использовать для того чтобы двигаться под водой не забывайте что в принципе для эффективного продвижения нам нужны только наши ноги и ласты не надо под водой подгребать руками не надо пытаться как-то менять свое положение тела повороты делать используя руки работа руками работа мышц до грудных спинных мышцы достаточно тоже большие вырабатывают со2 и увеличивают расход поэтому следите пожалуйста за руками это тоже позволит снизить ваш расход воздуха ну а на этом я прощаюсь с вами спасибо что посмотрели очень рад и будем если вам это было полезно заходите на наш канал подписывайтесь хотите нас поддержать там ссылочка есть в описании поддерживаете нас мы если вы хотите узнать о каких-то конкретных аспектах дайвинга о каком-то конкретном снаряжении о каких-то техниках плавания то не стесняйтесь задавайте свои вопросы в комментариях мы с удовольствием вам ответим и запишем видео по тем вещам которые вам интересны вот ну до новых встреч увидимся